Решили убрать Вивер, убрали Мирану, чтобы не появлялись они вообще больше никогда в жизни в этой ситуации. Но в ответ силой тьмы Эвилл Корпорэйшн забанили Винтер Виверну и убрали Абаддона на всякий случай, чтобы точно так же это их не беспокоило. Посмотрим, к чему это все приведет. В принципе, уже есть с чем взаимодействовать к Фейслес Войду, поэтому если все будет грамотно поставлено, то, судя по всему, Фейслес Войду все-таки пойдет в легкую линию, урон ему будет доставать, по крайней мере, по тому, что у нас есть. Ну, кроме Акса, да, с Аксом могут возникнуть неприятности некоторые, но я думаю, Эвилл Корпорэйшн к этому готовы, по крайней мере, должны быть готовы. Что если сейчас они проигрывают, то на этом Best of 3 их заканчивается, и Дота Мастери со счетом 2-0 проходит далее. Что же насчет их пика? Да, у них очень интересный выбор. Опять-таки, попытка через более-менший радиус Акса за счет Агра, нежели Хроносфера Войда, попытаться как-то всех в одной точке сконцентрировать, чтобы потом и Герокоптер, и Орспирит свое дело сделали. Но, тем не менее, Эвилл Корпорэйшн побоялись появления ЦК во второй раз, тем более, что ЦК в первый раз их, в общем-то, и выиграл. Решили его забанить банальным образом. В ответ на это Дота Мастери забанили Шидоу Демона, например, потому что побоялись, опять-таки, собственных иллюзий. Поэтому решили не выдавать все карты. Интересный выбор. Что же пикнут на последний выбор для себя Эвилл Корпорэйшн? Ну, у них есть еще свободный слот одного саппорта. Какую роль? Кто займет эту роль даже, можно сказать, для них? Такие саппортов превеликое множество, очень интересных. Оракл, например... А, нет, Оракл все-таки в бане. Вот так вот. Дизраптор не в бане, например, до сих пор находится. Про него все позабыли, что в это время. Почему бы им не воспользоваться? Это совершенно интересный герой. Опять-таки, есть возможность быстро возвращать Орф Спирит какого-нибудь. Вингу, которая свапнулась с кем-нибудь. Тут же можно вернуть. Поэтому, интересный выбор. Опять-таки, с хроносферой сочетается крайне неплохо. Поэтому, странно, действительно, что про него вот сейчас не вспоминают. Совсем было бы хорошо его сейчас увидеть. Но и... У вас пик. Это Джакира. Такие побоялись они, что... Не хватит им одних лишь ресурсов этого самого Дизраптора. Но попробовали выбрать еще, да, частично пуш-потенциал. То есть, теперь есть хроносфера, которая держит. И решили, что Дизраптор в этом плане не нужен. И под эту хроносферу будут все вот вливать, что им... Что могут влить, все будут вливать в это. И теперь лас-пик для Дота Мастери. Им нужен кор-герой, который спасет их из такой ситуации, где они оказались. А в этот раз СТК не будет. Нужна какая-то поддержка дополнительная для герой коптера, который не столь силен. Не столь сильно показал себя на первой карте, по крайней мере. И должен, опять-таки, сейчас при поддержке этого самого кора раскрыться на все 100%. Возможно, при поддержке Акса, опять-таки, ранние выходы с его стороны могут помочь герой коптеру на полную мощность сыграть. Ну, а какой-нибудь антимаг будет фармить 50 минут и пытаться сыграть вот этого. Потому что я не знаю пока еще, на что отчаяться Дота Мастеру в этом плане. Опять-таки, их пик тоже очень интересный. Как и на предыдущей встрече, в общем-то, да, поменяли. Они такую твингу взяли. И Акса, что тоже не самое популярное, не самое частое. Не самый частый гость в этих пиках. Ну и какой-нибудь неожиданный кор, которого тоже нечасто берут. Ну, с кором, как раз таки, у них было все нормально. То есть, АЦК, который появлялся, он популярен очень на этих этапах. И Саленсер. Почему бы и нет Саленсер? Итак, кто будет же керри все-таки? Ага, Селери в этот раз садится на герой коптера, а Слэш Страйк на Саленсера. Интересный выбор. Посмотрим, к чему это все приведет. Видели мы уже одного мидера на Саленсере. Ну ладно, посмотрим. Все-таки Дота-мастеры что-то должны понимать. Тем более, первую карту они все-таки выиграли не чудом, а достаточно профессиональными действиями со своей стороны определенными. Ну и сейчас должны попытаться провернуть это во второй раз, чтобы закрепить начатое. Что же до команды Сил Тьмы, они же Evil Corporation. У них все просто. Встаем в хроносферу и выигрываем. Ну а либо, если хроносферы нет, то можно просто все спушить через Death Profit и Джакира. Ну и частичная поддержка, конечно же, Сэнд Кинга в плане разборов с крипами не помешает. И посмотрим, у кого окажется эффективнее подбор стратегии. И посмотрим, кто на кого сел. Вдруг что-то изменилось. Селери забрал себе Герокоптера, Слэш Страйк на Саленсере, Блинк на Акси, Скорп Дота на Арт Спирити и Адриана Рем на Вэнкфу Спирити. Вот такая ситуация по Тьме, они же Evil Corporation. Коали будут играть на Джакира, Арза на Сэнд Кинге, Флэнс Мейстер на Фейстлесс Войзе, Оунд Мин на Death Profit и Паун на Брюмастере. Тоже без каких-либо сюрпризов и неожиданных поворотов событий страны, но просто один момент, опять-таки немного какие-то проблемы, чтобы, надеюсь, их не возникало в дальнейшем в игре. Мы помним сегодня, как уже был один замечательный момент, когда ворвался Айр Шекер с Эхо Слэмом, и в эту же долю секунды была поставлена пауза, и очень она огорчила этого самого Айр Шекера. Но в ультиматум так иначе успел раскастовать, иначе было бы совсем грустно. Что же может сделать сейчас команда Дота Мастере, чтобы одержать победу в этой встрече? Ну, насколько эффективен будет Гирокоптер? Очень большой вопрос. Потому что на мид позиции оно понятно. Тебе не нужно наносить десятки тысяч единиц урона. Вот сейчас, когда на твоей мид роли есть Сайленсер, тебе нужно что-то придумывать. В доверии к ним, тем более, герои достаточно плотные. Это и Death Profit, это и Брюмастер. Пробить их очень проблематично. Тот же Джекира. Они самый легко пробиваемый персонаж. И на это нужно как-то будет реагировать команде. Иначе в определенный момент они просто не смогут их убить, а их задают временем жизни своих героев. И не более того. Тем более, что Брюмастер еще и дольше живет. Опять-таки, за счет своего ультимейта про это забывать не стоит. Про мосплит, который помешает многим планам. Какого-нибудь одного вьюл поднимет, второго стан кинет. И, ну, не вьюл ветра, конечно, да. Второго стан кинет, и ты сделать ничего не сможешь таким образом. Поэтому тоже не стоит недооценивать этот момент. Того же Акса можно как-то откинуть. Ну, если заранее ультимейт поражается. В остальном же хотелось бы, конечно, посмотреть не на игру в одну калитку. Вот мы видели на предыдущей карте. Была, пожалуй, эталонная позиция развития событий. На карте, когда вроде бы вровень идут худо-бедно стараются. Но потом одна команда берет вверх, так или иначе. На скилле, на опыте. И потом получает заслуженную награду в виде снесения вражеского трона. Какие-то проблемы с дискордом, судя по всему. Так, перерезал кабель. Угу, понятно. Но ничего страшного. Пока посмотрим на сеты героев. Которые наверняка очень интересные. Ну, в остальном же, конечно, ситуация не из приятных. Когда на таком моменте возникает у нас определенная сложность. Что еще можно сказать про пик команды? Теперь уже соперников, да? То есть надежда очень интересная. То есть урон наносить как-то надо. Надежда на то, что аксы будут хорошо врываться. Там, помню, что Блинг до этого был на тоже таком танковом герое, да? На Абадоне. Ну, и здесь ты так просто выживать не будешь. И тебе придется делать какие-то определенные действия. Иначе тебя просто растерзают в момент, да? Какие-то обратки, вангварды, кримсонгварды. Побыстрее собрать, насколько это возможно. Ну, и, конечно же, Блинглагер хотелось бы увидеть на аксе тоже в ближайшее время. Чтобы ломать какую-нибудь кинтенсацию, допустим, со стороны того же Войда, да? Со стороны Сэнд Кинга. Это было бы крайне эффективно. Но, опять-таки, как быстро мы доживем до того самого Блинглагера? Тоже большой-пребольшой вопрос для команды Дота Мастери. Да, все, готовы. Тим Спик решил меня подключить. Ну, хорошо. И теперь уже... Нет, не готовы. Ладно, можно продолжить еще рассуждения на тему того, насколько же хорошо будет складываться ситуация. Опять-таки, в кого нужно выдавать хроносферу, в первую очередь, да? Для Флэнсмейстера, чтобы у него получалось грамотно реализовать. Ну, его союзников, конечно же, туда вливать с пол. То есть, ну, как-то нужно, чтобы и Акс туда не попал. Туда, наоборот, попал, да? Чтобы он не смог остановить оставшихся вне хроносферы соперников. Нужно, чтобы и Винга как-то в нее попадал. Потому что, иначе, свап банальный и с хрона, и ты ничего, опять-таки, не делаешь. Убивая Вингу. И Сайленсер, чтобы он Сайленс не поражал. То есть, хроносфера здесь будет очень проблемная для Войда. И об этом стоит помнить. Что надеяться на одну хроносферу определенно не нужно. И остальные герои тоже должны как-то помогать. Есть еще Сайленс у Дэс Профит. Можно им попытаться воспользоваться, но в остальном, конечно, будет нелегкой задачкой для Флейнсмейстера пытаться попадать. Это самый заветный, заветным ультимейтом. По рунам баунти мы видим, что сверху пытается уже, нам поставлены два ворда. И Скорбдота хочет отобрать своих соперников эту самую баунти. Ну, а снизу пытается Сэн Кинг тоже самое привернуть. Занял позицию на хайграунде и попытается повоевать там, около нее. К тому же на поддержку пришел еще и Джакира. И вот этих двоих парней, их не то чтобы убить, их отогнать, в принципе, будет сложно. Хотя бы они просто переживут и заберут баунти. В результате пополам все равно достается. Никто не смог переманить на себя одеяло. Ну и пополам получили. Что ж, Сайленсер не длиннее. Дважды за день появляется уже он сегодня. Не всегда столь успешно, как хотелось бы, но так или иначе. Посмотрим, как его реализует Слэш-Страйк в этом ключе. Он все-таки должен быть тоже достаточно опытным героем на неординарных позициях в мид-линии. То на герокоптере он стоял сейчас. Сменил роль на Сайленсера. Ну, анимация так и чуть посложнее. Но я думаю, справиться с этой задачей все-таки не первый день играет. Что сверху. Тем временем у нас Акс пытается себе что-то заполучить. Но сразу же словил Ликвид Файр. И, тем не менее, получает возможность раскручиваться побыстрее. Но урона очень много себя получает. И, возможно, из-за этого у него 9 танго. Чтобы хоть как-то прожить в этой ситуации, когда его постоянно будут пробивать. Причем очень больно. И пока он не может выдерживать такое количество урона. А это значит, что ему нужно пытаться как-то просто, ну, вылечиваться. О, еще пауза небольшая. Теперь у Акс какие-то проблемы, которые должен был кабель перерезать. Видимо, еще не перерезал. Но подождем, пока завершит начатое. Видим, что сейчас на первые минуты рано говорить о крипстата. Но видим, что ДП вроде на один крип побольше. Но он не доняет почему-то совсем своих крипов. Не получается у него это сделать. Хотя вот у Сайленсера уже есть начало положено под дынаем. И таким образом он немного обгоняет своего прямого соперника. В получении опыта, в получении золота. И очень неплохо уже стартует. С другой же стороны, видим, что Войт, в принципе, опережает на одного крипа. Опять-таки, но тут тоже опять больше дынаев. С другой же стороны, видим, что против Брюмастера, понятное дело, стоит будет неприятно. Брюмастер постоянно закидывает себя пивом. И ты не можешь банально ничего сделать. Отогнать его-то не в состоянии. И, в общем-то, ну вот что Адриан Лима может сделать? Ну, посмотреть, кинуть стан. А Паун отойдет и отрегинет себе все это сразу. У него тоже 9 танго. Он тоже готов встречать любую цель, любую угрозу на своем пути с распростертыми объятиями. И щиток также, конечно, помогает. В этом очень даже неплохо. Ну, если потребуется, опять-таки, ману восстановить. Ну, у него на 10, грубо говоря. Пока откатывается и восстановится мана на 10 зарядов пива. А это очень-очень много времени. Поэтому тут не сладко придется Селари. Но, я думаю, он должен справляться с этой ситуацией чуточку лучше, чем справлялся с гирокоптером в Slash Strike. Акс вроде вернулся потихоньку, помаленьку. И можем, наверное, начинать уже эту игру. Наконец-то посмотреть. А то пока все совсем нехорошо. А, ну извиняются, конечно же. Не самая... Ну, это, пожалуй, самая частая пауза. Именно на Best of 3 почему-то начались. Но ничего страшного. Что же это делать дальше? Сейчас, видимо, восстановился Акс. Продолжает. Ну, это банально два Liquid Fire и пару ударов от Void были сейчас. То есть особо много ресурсов и команда не потратила. И таким образом сейчас может очень сильно снова его просадить и вынудить отступать. Вот сейчас видим уже, что изменяет ситуацию. Здесь попытка выйти. Вот нам прилетела Кюрса. Но ответ Сифон и особых проблем не испытывает. Однако со спины уже подходит сюда и Арза. И вместе с ним Саша Трайк вообще ничего не боится. Просто продолжает бить уверенно своего соперника. И не отступает. Тут же у нас пошел отхил. И все. Хорошо он дмит. Тем временем патч 7.07. 10 минут 29 секунд. Это за такое время СФО купил себе Blink Dagger. То есть это самая быстрая, вероятно, позиция на данном этапе. Но очень даже неплохие показатели. Но опять-таки, какая роль у него была, где он стоял, в рису ли, или же на линии. Хард линии, какая-то хард линия была, мешали ли ему там. Тоже очень много вопросов на это есть. Однако, я думаю, блин, постарается уже 500 золота у него иметься. Но, конечно, хотелось бы сапог заполучить для начала. Что же по нижней линии? Видимо, там что пытаются отогнать по-прежнему Брюмастера. Получается, у них это успешно. А вот по Эр Спириту вопрос совсем другой. Он стоит и ждет. Пришел с мид-линии. Понимает, что тут поддержка нужна чуть лучше для Селлари. Ну и Селлари пытается, конечно, донейть. Пытается ласхитить, но Пио свое дело делает. И уже в два раза обгоняет своего соперника Войт. Ну и на этом, конечно, неприятном старте. Возможно, как-то будет еще и начать идти гангань Флэнс Мейстеру. С ранними артефактами, с ранней хроносферой. Попытаться что-нибудь придумать. Но пока ничего не происходит. Кстати, Эр Спирит ворвался в медлень. Попытался еще раз подцепить Оун Дми. Но в этот раз не попал. Сэнд Кинг также неподалеку. И не позволяет своему оппоненту так агрессировать излишне. И же просто продолжает вешать курсу. И таким образом выжигая потихоньку ману и здоровье своему сопернику. Ну, хоть что там. Тем более, что достаточно дешевый спелл. 75 манов всего стоит. Очень даже неплохо можно повоевать. И тут отлично. Да, Эр Спирита. Дай Варда. Самое главное, через танго он его разобрал. И не позволил сломать свой СН-3 в ответ. Акс, тем временем, мы видим, ушел вообще в лес. Но снизу у герокоптера все вроде более-менее налаживаться должно. Хотя его оставили. Саппорт. И тут Акса. Очень интересный выбор здесь для себя сделал. За это может сейчас поплатиться. Будут ли раскуточки у Акса. Пока что ни одна не прошла. Таким образом он может погибнуть. И Акса очень неплохо контролирует ситуацию. Есть подкопы. ФБ для Кэоли. Находится. Еще и можно попытаться Скорбдоту подцепить. Есть Блод Бресс. Разворота. Еще и Сифон можно выдать. Но успевает. Успевает добить Лас Ворс. Навесил здесь для себя Сайленсер. Заработал немного Инселекта. А тем временем Селери убил Пауна на нижней линии. Очень неплохая ответка на то, что тебя облили всего пивом. Ну и мы можем посмотреть повтор. Где пытался конечно пожить. Стики еще поражал. Но слишком хороший контроль ситуации был у Эвил Корпорейшн. И поэтому они не позволили так просто разобраться с этой роли. Тут же опять погоня. Воет. Помню что есть. Достаточно количество урона на данном этапе. И может себе позволить идти дальше. Ну и Таймволк конечно же спасает от сильного просаживания по здоровью. Тем временем Слэш Страйк в медленнии не терял времени. И на равных состоит со своим прямым соперником. Здесь проблемы кстати у Селерина возникают. Внизу решили его немного напрячь. А он остался без саппорта. Это пожалуй основная проблема. И тут уже неподалеку находится Сэнд Кинн. Который готов врываться и подкапываться под соперника. И в любой момент можно попытаться разобрать гирокоптера. Не так много у него сейчас здоровья. Броней правда 8 штук. Уже 9, уже 10. Вот. И вопрос времени. Ну что. Отойдите под важку. И получается это сделать. В принципе. Но не спасает. С сожалению Стики. Еще поживет. И пока что может бонтить под вышкой. Есть. Стан. Паун снова может погибать. И Селери там выживает. Вышка спасла его в этой ключе. И еще и судя по всему Пауну добили. И просто догорел на ровном месте. А тем временем. Размен в мид линии. Но потеряли пожалуй более ключевую роль. Успел он дми забрать для себя слэш страйка. И только потом Скорп Дот его добил следом. Ну и 5-2 в пользу команды. Дота мастер. И вот тот самый повтор. Где Паун немножко пожатничал. И Адриана Лима. Своевременно оказался на месте. Тем временем. Обзавелись из Хардлини уже сапогами. Герои у одного Транквилы. У второго ПТ. Можно идти опять-таки их реализовывать. Очень неплохо. Тем более что будет поскоро здесь. И Хас подбирает для себя Скорп Дота. Можно вновь попробовать выйти на Оундми. Но правда. Перед этим. Они только что обожглися от той же самой попытки убийства. Возможно сейчас сложится все немножко лучше. Выкатывается поближе. Полетел Кюрса. Есть Ласт Ворд. И проблемы могут быть. Сифон выдается. Но урона пока очень много. Есть подкоп-ответ. И теперь можно перевернуть Драку. Компенсорным болезноделем. У Скорпа неприятности. Но он на Хасте должен был быть. Правда Хас заканчивается. И теперь неприятности уже у команды в Дота Мастере. А так слушайте. Еще пару ударов сделайте. Последняя точка уже лететь не увернется никак. И минус 2 интеллекта. Очень неплохо. Начал Сайленсер здесь раздавать. Теперь и все больнее и больнее конечно будет бить. Ну а сверху все-таки не пощадили Акса. И возможно... Нет, без хроносферы. Просто с руки разобрали. Мистер этого бойца. Ну что ж. Неприятная позиция. Но и Блин должен быть аккуратнее в этом ключе. Все-таки отдавать. Нельзя ни в коем случае. Своему сопернику такой ранний буст. Вот можно посмотреть. За продолжением. Даблинг вернулся обратно на линию. Пытается он хотя бы соперничать своими соперниками. Но 46 крипов у Войда уже есть. При этом у его прямого конкурента 22 всего лишь. Герокоптер отстает очень сильно. Но сказывается опять-таки действие пива Брюмастера. И на этом очень неплохо можно сыграть. Опять-таки отставание в 2 раза на таком этапе. Может сыграть ключевую роль. Помним, что фарм решает все. Ну здесь у нас снова агрессия. Пытается немножко времени пожить. Но, конечно, сделать это будет очень сложно. Святую не поражать не получится. Телепорт отменяется. Потому что Акса уже не спасет. Таким образом. Зато Бауна может пытаться сагрессировать. Пятый уровень. Все еще легкая цель для убийства. А тут прилетел, кстати, Воид. Воида видят, но понимают, что воевать не хочется. Телепорт успел. Успел Селери на последние секунды. Потому что там, я думаю, их на сферу не пожалели. В этом этапе. Потратить, чтобы попытаться убить скоро команды. Дота-мастере. Что помедлинее. Видим, что Слэш-страйк пытается удерживаться на ровном... На своем оппоненте. Хотя бы на ровном счету. 29 на 33. Ласхита есть. Но чуть больше. Зато интеллект имеет два очка дополнительных. Сверху. Ну вот хотелось бы, конечно, побольше. К 10-й минуте иметь. Пока еще видим. Несмотря на то, что участвовал здесь чуть больше приступитель. Если вот на хроносфера, полетели. Если телепорты хоть какие-то. Телепортов нету. Просто с руки разбивают Слэш-страйка. И Сифон также полетел. Хотя, был бы телепорт от кого-нибудь. Можно было и подумать над ним, чтобы подсейвить. Стан дополнительная. Но попытка через кулдаун разобрать. Ракета уже летит. Кулдаун попал. По Олд Мисс там должен быть. И экзорцизм на последних секундах. Сифон, кстати, спасает очень неслабо. И может, почти все это время успели добить. Но, тем не менее, гиркоптер погиб в ответ. И тут еще и Адриана Лима подцепили. А поддержки как не было, так и нет на линии. Но, размен главного. Только сейчас подлетает Скорп Дота. Но уже поздновато, к сожалению, в этой ситуации. И не получится вот тот самый момент. Где очень долго жил. Если бы умер на секунду пораньше. Возможно, спас бы каким-нибудь чудом Селари. Но, там и Айспав отрезал путь. Поэтому было бы очень и очень сложно. Что же до Акса? Видим, что девятая минута уже подходит к концу. Десятая. И только лишь тысяча золота до Блиндаггера. То есть, рекорд тут уже не побить. Рекорд Асфо. Поэтому нужно будет выдумывать что-то свое. Поинтереснее. Возможно, где-то в драку поучаствовать. Но пока все драки, в которых он не участвует, приводят к его собственной смерти. И уже видим, что потихоньку-помаленьку Эйвел Корпорейшн держится на плаву. Да, тысяча корзов по-прежнему за ними. Тут же попытался забрать балунтируну Эрл Спирит. Но, опять-таки, не позволяет ни единого ресурса получить для себя. Есть свап, есть стан. Полетелся фон в ответ. Пытаются разрезать через Ласт Ворд. Но подходит Акс. Берсер Кул. Не успел подрезать Берсер Кул. Или, по-моему, успел. Если не переключилось, Сайленс в ответ. И пытаются добить. Но вкатывается скорб доты. Есть отличный стан. Есть неплохой Сайленс, но все еще живет. Все еще живет. Олд МИ. Тем временем, добились Сайленс через Примал Сплинг. Если вас хоть как-то разрубить Куэрин Блэйд, не добивает. Ну, догорит, конечно, через арбюр. Слушай, что догорит. Яд есть. Криснулся с разворота. Последнюю дочку нужно бы сделать. И не успевают. И скорб доты сейчас погибли просто от удара. И также следом отправится. И Акс. Двойное убийство еще и для Пауна где-то есть. Минус 4. Просто на ровном месте делает команда. Эйвл Корпорэйшн. Эйвл Корпорэйшн даже. Если быть точным. И вот момент. Бегал, бегал и поторопился. Очень долго замахивался, к сожалению. И был наказан за нетерпеливость свою. А Пауна разобрался, получается, с Сайленсером и Сидингой. Страшно, конечно. Вещи происходят. Сумели перевернуть. Начало не самое лучшее для себя. Ну, как не самое лучшее. Они просто отстали немного по убийствам, но при этом зато догоняли по Крипстатам. Мы видим, что по Нетвордсам у нас только лишь на третьем месте находится Герокоптер. И то имеет 3200. Отстает на 1500 от своего прямого конкурента. Но, опять-таки, мы помним предыдущую карпа. Здесь ситуация была примерно идентичной. Что мы видим? Что команда Дотамастери справилась с ней на ура. Здесь продолжается фарм. Потихоньку. И насколько он успешен будет. Да, видно, что сразу два стака. А здесь уже попытка в смоках выйти через хроносферу. Ну, снова на Сайленсера можно попробовать. Опять-таки, лакомая для них цель, поскольку Сайленсер это мидер. И одна из ключевых ролей. Поэтому тратить на хроносферу, конечно же, можно. Без проблем. Но урона пока не столько много. Однако, айс-пафы, хип-свормы и погибает. Щип подставил Сандриана Лима зачем-то. Вот сейчас 340 совершенно опрометчен с его стороны. И Винга погибает. Следом, минус 2. В пользу команды. Evil Corporation. Evil Corporation. Но надежда еще сохраняется. Конечно же, есть Акс, который может неплохо изменить с появлением Блиндаггера ситуацию. Есть тот же Герокопер, который, опять-таки, с фапирами может что-нибудь допридумать. Ну, да, эти храпиры еще фармить, фармить, опять-таки. Вот попытка в Медлине, допустим, что-то предпринять. Развернуться просто и уничтожить этого соперника. Как же хотелось, однако, есть магнетайз. Неплохо, Саленс в ответ. И просто пытается расстрелять на Сифон. Просто как же хиляет. Еще экзорцизм закончился. В результате минус Селари. Прилетает сюда также слэш-страйк. Но поможет ли он хоть что-нибудь предпринять? Флэнсмейстер уходит через верхние позиции. Там его никто не найдет. Уже не догонят. И все живы-здоровы остаются вне зоны. Пытается через Куилен Блейд. Это в этот раз у него получилось очень хорошо. И буквально еще одна секунда. Однако Флэнсмейстер. Флэнсмейстер подошел. Говорит, ребят, так дело не пойдет. И добирает фраг второй для себя. Ну и что? 9-14, 4000 преимущества уже. Уже 5 за командой. Ну, снесли вышку, понятное дело. За командой Evil Corporation. Evil. Evil Corporation. Вот. И продолжают наращивать преимущества. Не останавливаются. Вырвался Брюмастер на третью строчку. И теперь 3800 лишь только находится сейчас у Селери. И этого, конечно, крайне-крайне мало. На Сайленсера и посмотреть страшно. 300 всего лишь на 500 больше, чем у Сэнд Кинга, допустим, того же. Ну что, здесь попытка разбить ДХД. Хотя бы его. Очень неплохо. Ну и Джекера погибает. Потихоньку, маленьку, вот такими фрагами можно компенсировать отсутствие хороших драк. Но нужно, чтобы они продолжались чуть-чуть дольше. Иначе можно просто оказываться неуделого. Потому что если вы вот так одно убийство, спустя 10 минут только второе убийство, оно ни к чему хорошему не приведет. Просто попытка просадить через подкоп. Но с разворота можно развернуть. Сейчас есть версир колл. Теперь уже проблемы могут быть с комплотом. Но врывается отличный врыв по двоим. И хоронит и Акса, и Эвил Спирита. Отличный есть дабл-хилл. Даун ми. По одному, по два. Потихоньку рассыпается Эвил Корпорейшн. 10-16, 6 тысяч на двоих. Но опять-таки мы видели примерно ту же ситуацию с соперниками. Но однако там были более способные к камбэку герои. Но это опять-таки Флэнс Мейстер в нужное время, в нужное место. Да, немножко подставил он здесь Сэн Кинга. Но Сэн Кинг, я думаю, не расстроился. В принципе, это его не погубило. Так, попытка выйти сейчас Сэн Кинга в Сайленсера, но пока что не получается. Тем более нет поддержки необходимой для того, чтобы разобраться со слэш-страйком. Ну а слэш-страйк и что у нас? Один сапог, да рейндропы есть. Хочет себе хоть как-то дофармить хотя бы Форстаф, чтобы выживать в драках. Но до этого еще очень и очень долго придется ему иметь дело с фармом. А иначе... Он просто приходит и убивает. Видимо, да, 3-800 только сейчас. Вырвался, кстати, на вторую строчку в команде. До этого он уступал Аксу. Но зато Акс приобрел себе блин-дагер. И сейчас есть возможность что-нибудь, да, изменить. Кого-нибудь попытаться подловить. И, в принципе, этот кто-нибудь, тем более еще под смоками, может оказаться... Может оказаться... Деспрофет. Но... Далеко подвышка стоит. Нужно подвышать, чтобы вышло поближе. А иначе не достанет. Смоки спадут. Таким образом, Акс не реализует свой блин-дагер. Пока есть элемент неожиданности. Не знаю, что у Акса есть блин-дагер. Могут этим воспользоваться. И должны понимать, где находится сейчас... Где находится сейчас Деспрофет. И попытка хоть кого-нибудь найти, хоть кого-нибудь подцепить. Да, прилетел прямо в сплит. И успел разложиться. Нужно выкатиться. Не получается. Скорблота проставилась очень сильно. И Акс уже никуда не прыгает. Хотя вот он сейчас есть. Прыгнули. Врыв на двоих. Саленс прилетел. Пытается разбить. Очень быстро. Оун-Ми могут позволить. Есть Саленс на нем и Кулинглэйд. Но ЕУ. ЕУ. Правда, сверху холдаун. И попытался убить. И успевает Винга. Тем временем сражается со спины уже. Селери неплохо. Пытается разультиться. Сэнд Кейнк. У него это получается. Но урона не хватает совершенно никаким образом. И Селери с разворота начинает уничтожать всех. И вся, кто подойдет. И Акс также неподалеку с Блинглэйгером есть. Это размен 2 в 2. Но забрали Оун-Ми. Топовый. Нетворс, в принципе, для себя. Это уже хорошо. Только что стал обгонять Селери своего соперника. И благодаря этому убийству немаловажному. Да. 1100 золота. 2500 опыта. Размен более чем благоприятный. Там еще раз с кем-то разбираются. С Войдом. Очень неплохо. Они его здесь встретили. Флэнсмейстер пытается хоть как-то убежать. Но, конечно, таких не отпускают. Серия из 4 убийств была прервана сейчас. И совсем непонятно, что здесь сделал Войд в таком неприятном месте. Но пока по-прежнему натворцы сохраняются за командой Evil Corporation. 7200. Видим, что Войда на 1000 всего отстает. Помню, что было полторы. И Селери потихоньку, помаленьку пытается догнать своего соперника. А здесь у Сент-Кинга появляется Блинг Даггер. Это проблема. Еще один Блинг Даггер. И в этот раз для Блюмастера. Это может стать действительно серьезным препятствием в следующем тимфайте. Просто расконтролить через Даггера. И Слэш-Страйк ничего не успеет сделать, допустим. Да. Через Эпицентр под коп очень быстро можно разобрать Сайленсера. Он пока еще не такой страшный. Тысяча здоровья. 7 единиц брони. Но собирается. Собирается команда Evil Corporation. Вместе с Джакирой идет Войд, я так полагаю. Возможно, даже в Смаках. Они пробираются во вражеские леса. Тут же неподалеку есть врыв Сент-Кинга. И нашли здесь Эвер Спирита. Но нападать дальше не стали. И ждут. Просто ждут. Однако уже раскрыл свою позицию Сент-Кинг. И просто побоялись. И вот еще и Слэнсмейстера забросили в Смаке. Таким образом, не удалось в этот раз ганг организовать. И просто-напросто расходятся и переключаются на вышку. Команда Evil Corporation. На вышке не так много здоровья. Просто можно действительно быстро разобрать. Через ликтфайры. Потихоньку, помаленьку. И с этим ничего. Команда Ботомастери сделать не сможет. Защититься от этого не представляется возможным. Ну, только если убить Кеоли. И тогда ваша вышка, конечно, будет спасена. Есть! Йоу, Макрайпира, Айспап. Все выдают. Убежают уже все, что можно. Есть Слэп. Слэп и живет. Полетел прямо с плиты. Слишком большое замедление. И не достал. Не достал до разрыва Сифона. И пока что радиус свапа слишком мало. Таким образом. Таким образом очень неплохо повоевали. Разобрались с двумя. Не потеряли никого. И 8000 надворца за командой Evil Corporation. Дота Мастери здесь немножко подставились. Под экзорцизм еще и вторую Т2 вышку подставили. Но тут Скорб Дота зачем-то подошел. И его, конечно же, не охотят. Хотя Акс. Есть поддержка с разворота. Агр по двоим неплохо. Можно раскрутиться еще немножко. Но пока что слишком живы. Они чтобы пытаться выдать ультимейт. Эпицентр не щадит. Саленсом сбивают Аксу все возможные пути к эскейпу. И оставляют без шансов. Хотя здесь подходит Винга. Который помогает. Саленсер также неподробно начинает получать интеллект. Сульд 10 телепорта. Паун. И последнюю точку нужно было сделать слаб. Сбивают телепорт на всякий случай. И также погибает в ответ. Но потеряли еще и Эрт Спирита здесь. Но неприятно. Неприятная, конечно, позиция. Вот можно посмотреть под самый повтор. Отличный стат напоследок от Скорб Доты. Ценой собственной жизни. Он всех застанил. Паун пытался ультись с телепорта. Но Адриан действительно пожалел и свапа. Таким образом, еще 1200 в плюс и 3000 опыта. Суммарно были получены командой. Но все еще преимущество сохраняется за командой. Evil Corporation. Они продолжают уверенно идти. Уверенно фармить. Вот тот самый повтор. Где подставился крайне неприятным образом Селери. В надежде на то, что свапу ему поможет. Но подошел дальше. Есть Саленс. Ускорился. Еще один Сифон выдал. И оказался ни с чем. Однако теперь есть ураганная пика для Селери. А это значит, что подходить близко не потребуется. Ну, по крайней мере, так близко, как прежде. И свап может оказаться более эффективным, допустим. Уже поинтереснее будет драка. Сам себя сможет выталкивать из каких-нибудь невыгодных позиций. Что тоже немаловажно. Здесь пока мы увидим, Макс планирует себе, конечно, Crimson Guard выходить где-то совсем в ближайшем будущем. Но пока не столь много денег, как хотелось бы. Видим, что по-прежнему топ-3 нетворцев за командой Evil Corporation. И артефакт у них поинтереснее. Затем скоро появится уже Octaring Core у Own Me. Тогда будут серьезные неприятности. А Паун за счет, ну, имевшегося Мидаса очень неплохо компенсирует вставание по фарму. Насчет ласкирских крипов, за счет стади-лайнинга. И обгоняет даже того же Селери. Появляется обратка для Акса. А Блэйдмилл может изменить неплохо роли. Кстати, на мид линии попытаются посигналить напасть. Могут быть наказаны за это нападение. Вот есть подкоп. Выход вперед. Юл сразу подняли все попытки выйти. С разворта врывается Акс. Почти что добили. И добивают. Не почти что. Это уже еще продолжение. И Олдми их. Она сверху хочет поставить. И ставится на Селери. В принципе, неплохо. Акс пытается что-то придумать. Но не получается. Здесь свап. Похороны, скорее всего, не отпустят. Никаким образом Вингу. Но за это выживает Селери. Это, пожалуй, самый приятный момент. Слышный рак все еще жив. Флэнсмейстер. Через таймволк выживает. И даблкил для Олдми. Олдми все еще живой. Башню его немного неприятно пробил. И он может догореть. Но Юл его спасает в этой ситуации. И подцепили еще и Селери дальше. Ракета прилетает. Но он один. И никто ему не поможет. Но, судя по всему, Селери также отправится здесь отдыхать. И просто замедление. Ураганная пика. И жизнь. Нужно жизнь. Не позволил он своим соперникам до него добраться. Но это минус 4. Это еще 10 тысяч преимущества. Ну, не еще. Еще это 6 тысяч преимущества примерно. Но суммарно 11. И минус Т3. Это даже без Аегиса. Там сложилась такая ситуация. Ну, да. Потеряли Джакира. 529 золота за него получили. Скоро будет дота. Очень неприятный драк. Ну, давайте посмотрим повтор. Где вроде ворвался неплохо. Успели здесь добить Сент-Кинга. Однако это не помогло с разворотов Флэнсмейстера. Даже свап был по слэш-страйку. Но не получилось. Не получилось спасти Селери. Таким образом, потеряли 4 героя. Вот развернулись и попытались подраться. Ну, возможно, драться был единственный вариант. Потому что убегать уже не было никакой возможности. По крайней мере, для Сайленсера в этой ситуации. И собрались вместе. Попытаться что-нибудь придумать. Тем временем на разведку прилетел у нас. Эр-спирит. Очень интересный выбор. Но он там не заметил. Не заметил он у своих оппонентов. И разошлись в разные стороны. Но тут зажимают с двух сторон сейчас просто. Слева и справа должны об этом понять. Есть врыв, есть подкоп. И просто отбирают крипов. Соперников полетел. Но, тем не менее, сила света. Забирает эту вышку. И снова врыв на Сент-Кинга. И Сент-Кинга забирают. И ведь дальше может быть погоня. Полетел. Есть свап. Вон дни могут забрать. Есть Берсер-Кол. И может быть Сикюрен Блейд разрубить. А Паун на неприятности воет. Без Кроносферы еще воюет. Может. Опять-таки получить очень много урона. Акса бить, по-моему, не стоит. Есть. Снэмол пока что выживает. Но дальше за ним погоня имеется. Убе его в скрим. И не достали. Не стали. Слапа не было еще. Однако ситуация не с приятных. Потеряли, потому что. Опять-таки одного из ключевых рейлей. Топовый Нетворс. Все-таки. О. ДП на данном этапе. Ну, а снизу. Снизу разбирался и развлекался. Саленсер. Только-только дофармил в себя. Ураганную пипу. Теперь тоже не столь необходимо близко подходить. А. Что по Селари? У Селари появляется Мелл Штром. И с этим вместе можно в даке уже поинтереснее побоевать. И можно воспользоваться преимуществом. Которое вы сейчас себе заполучили. Но просканили территорию. Поняли, что там к ним надвигается буря. Однако. Есть ультимейты, но нет маны. Это можно комментировать. Можно комментировать. За счет того, чтобы пытаться отпить из сезона. Однако боятся. Вот он. Подкоп. Прямо Спринг. Саленс. Пока что живут. Разворачиваются. Ман доставился. Разворота получила. Очень много урона. Не успеет расхистовать. Ультимейт. Войт. И вынуждены отступать сейчас команда. Тут же ловит. Еще Оландми не может. Он никуда уйти. Слишком много урона. Юл его спасает на долю секунды. Но поможет им пережить ситуацию. Айсбаб. Еще живет Оландми. Слишком много урона с разворота. Пытается пожить. Просто суки. Даблкил уже для Оландми. Однако с разворота. Слэш страйк. Уничтожает всех оставшихся оппонентов. Тут же добили всех панд. И это минус 4 в ответ. От команды. Дота мастера. Отличная игра. Смогли перевернуть казалось бы очень страшные позиции. 11 тысяч нотворцев даже доходило. Ну и вот та ситуация о которой мы говорили. В чем хороши дота мастеры. Это в камбэках. Опять таки. Они прекрасно понимают в чем они сильны. Где они имеют слабые стороны. И на этом играют крайне успешно. Но пока опять-таки рано хоронить команду Evil Corporation. Мы это прекрасно понимаем. Что у них тоже комбинация не из простых. То есть там они и разбились обо что. А то что Вивер, Разор и Мирана в лейте против ЦК делают примерно ничего. Здесь же есть Войт. Есть ДП. Есть Бримастер. Которые в лейте против Герокоптера и Сайленсера. Как раз таки очень даже неплохо могут соревноваться. Опять таки. Алибарда. Очень интересный артефакт. Забывать про него ни в коем случае не стоит. Этим можно воспользоваться. Ну вот на самой ситуации. Остался только-только Селари один. Тут же его наказали. За это. Это даже такие выходы организовывать ни в коем случае не стоит. Зато фарм, который он получил находясь на этой линии. Сказывается. Ну кстати. Опять таки мы видим интересный артефакт. Кая для ДХД появляется. Здесь попытка улететь. Почему попытка? Успешный. Успешный реализованный эскейп. Для Эрд Спирита. Ну и только-только. Сейчас приобрела для себя Акторин Корр Дэс Профит. Мы давно видели уже, да, Солд Бустер. Но вот Акторин появился только сейчас. И в этом немаловажная заслуга опять-таки инициативных действий со стороны команды Доте Мастери. Которые благодаря своим выходам организовали очень неплохие ганги. И смогли перевернуть в свою сторону часть хотя бы Натворцев. Ну и часть территории. Да, видим, что вырвался Селари на первую строчку. Однако еще много работы с Слэш-Страйку. Ему, конечно, хотелось бы заполучить Хекс. В первую очередь. Чтобы контролировать ситуацию с Брю Мастером. Контролировать ситуацию с тем же Войдом. Было бы приятно, пожалуй, ключевые цели. Ну и вот мы видим, да. Кая очень неплохо может сказаться на прокасте Джакиров в Хроносферу. А в этом забывать не стоит и тоже желательно избегать Макропиры. Кстати, смоук какой-то был очень интересный, потому что не попал под него. Во-первых, очень интересный смоук, потому что не попал под него Акс. Во-вторых, потому что Вард тут стоит и этот смоук прекрасно видела команда Evil Corporation. И от него отыграли. С другой же стороны, у нас есть информация по местонахождению Джакира. Можно попытаться его повоевать. Но пока никаких действий не предпринимают. Просто фарм около мид-линии. Понимают, что нужно выиграть время еще немного для... Ну, вообще много. Только 27-ая минута, еще много времени нужно выиграть. Но вот проблема. Уже святыни потихоньку падают. И этим занимается один лишь только Джакира. Без необходимости каких-то особых дамедж-дилеров, да, так называемых. И попытается защитить. Тут попытка, в принципе, неплохая. Но Сэнд Кит просто выкапывается. И за ним уже погоня не так-то просто. Ракета летит, однако, слишком опасно заходить на вражескую территорию. Не зная, что там нас ждет. Тем более, что все ультиметы, опять-таки, в наличии. Об этом прекрасно Дотамастере осведомлены. Ну, а что по Брюмастеру? А по Брюмастеру у нас Радиенс появляется. И в драке теперь он будет очень больно жечь. Вот насила Мидаса, которая, опять-таки, уже реализовала себя на 28-й минуте. Нет Ворс у него нешуточный. Он идет наравне с Войдом со своим и обгоняет даже того же Сайленсера из медлинии. Ну, а что здесь? Опять-таки, попытка Смоук-вылазки. Но это, к сожалению, Смоук-вылазки обернется для них провалом, если они найдут хоть кого-нибудь. Потому что в пятером, в четвером даже находится, если команда Evil Corporation, они с этим справятся. Ну и что? Заходят на Рошона все ультимейты у команды Дотамастере в наличии. Но точно так же можно сказать и про Evil Corporation. Это нужно опасаться. Врыв, Акс, Агр, ни по кому не попал. Нужно отсюда улетать. Есть в ИО, полетел ультимейт. Сайленс в ответ, но уже все поражали, что необходимо. И у Селари большие неприятности. Его пытаются свапнуть, но, по-моему, слишком поздно. Просто догорит и Духомщине ничего сделать не сможет. И разрывается вся команда Дотамастере, к сожалению. Они погибают один за другим и ничего не могут сделать. Отличная комбинация была провернута от команды Evil Corporation. И все они живы. Даже Сент-Кинг, Кузбин, нравится выжить. И трипл-килл для Аундми. Можно посмотреть повтор. Вот свапнули, но, по-моему, этот свап был опрометчивый слегка. И, опять-таки, отличная позиция. И совсем невыгодный Агр от Блинка был сейчас. И все оказалось. Вся стратегия, все то преимущество, что пыталась отбить команда Дотамастере, пала прахом в один момент. Айкс для Войда. И можно заходить на хэграунд, забирать бараки. И спасает только сейчас Т2, находящиеся сверху. Не могут они так просто разобраться с верхней вышкой. И вот мы увидим, что здесь какая подоспела. Но, тем временем, Селари агрессирует. Он спасается за счет пики вновь. И артефакт собирался дважды на Джакира. И пока что не столь популярен на 50%. Но, а то победа на поражение. Забрали барак и отступают. Хотя, казалось бы, у них Айгис, но нет ультимейтов. И на это можно сыграть. Для себя в плюс, опять-таки. Тем самым, выиграв немного времени для команды Дотамастере. И, кстати, подцепили Вьюл. Причем подцепили-то Войда. И Войда отдавать, конечно же, ни в коем случае нельзя. У него Айгис есть в апы, есть агр. И пока что первый раз убили. А кто придет защищать? Есть поддержка. Да, есть Сайленс. Но второй, кстати, уже не намеренный. Еще один агр. Войда пока что уходит. Но спасается прямо спрингом. Живут. Кримский Гвард помогает ненадолго. И приходит кулдаун. Успелли прожать перед смертью. Святыню. И она частично ситуацию это спасает. Но уже очень битый все слэш-страйк. Горит просто от ухов и Рэдианса. И погибает на 66 секунд. Успелли разултиться. Есть хроносфера. Также будут хоронить. И Акса пытаются добить Селери. Но Селери погибает. Следом 90 секунд в таверне сидит. И под эпицентром рассыпается Акса. Это минус 5 в надежде убить хотя бы Войда. И то не получилось. Это минус. Саэгис лишь только был сделан. Вот тот самый повтор момента. Где все пошло наперекосяк. Вроде поражали святыню. Но всех подцепили под Айс Паф. Не смогли ничего сделать. Акс не загорел после выхода Войда. Там уже и разултись в хроносферу. Успел поставить с разворота. И разобраться со всеми кто ему мешал. Таким образом 22000 и Good Game Well Play пишет команда Dota Mastery. И Evil Corporation сравнивают счет в этой встрече 1-1. Таким образом нас ожидает третья карта этой игры. Поэтому никуда не переключитесь. Мы вернемся буквально через 5 минут. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»